Всем доброго дня! Это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Домогацких, 7 класс. География. Материки и океаны. Параграф 1. Суша в океане. Вспомните, что такое материк. Материк это большой участок суши, окруженный морями и океанами. Сколько материков на Земле? Их 6. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Как они называются? Я это только что перечислил. Какие бывают острова? Острова бывают трех типов. Они бывают материковые, вулканические и коралловые. Первое, что мы видим на физической карте мира, это причудливое распределение суши по поверхности нашей планеты. Суши больше в северном полушарии, чем в южном, и в восточном больше, чем в западном. Можно также заметить, что суши на планете меньше, чем воды. Запомним, океан занимает почти 75% поверхности планеты. Следовательно, на долю суши приходится всего четверть от поверхности нашей планеты. Однако, это не так уж и мало. Площадь суши составляет почти 150 миллионов квадратных километров. Такая площадь должна вызывать уважение. Есть где разгуляться на нашей планете. Наконец, на карте видно, что суши не представлены единым большим куском, а делятся на отдельные кусочки. Эти огромные куски суши называются материками. Многие слышали и другое название – континенты. Слова материк и континент, они очень-очень похожи. Разница, она не слишком существенна для нас. Помните, что означает? Это можно было проходить на уроках русского языка. Синонимы – это разные по звучанию слова, но одинаковые по смыслу. На самом деле, между словом материк и континент есть определенная разница. Но в данном случае континент – это большой участок суши. Вернее, как материк – это большой участок суши. А континент, он включает в себя еще и то, что находится под водой. То есть участки, подводные участки. Но, в принципе, это несущественно. На нашей планете шесть материков. Их делят на две группы – северную и южную. К северной группе относят Евразию и Северную Америку, к южной – все остальное. Африку, Южную Америку, Австралию и Антарктиду. Только не нужно считать, что южные материки обязательно должны отличаться жарким климатом. Материки имеют разную форму и размеры. Про Африку замечательный поэт Николай Гумилев писал «Ты на дереве древнем Евразии и с полинской висящей грушей». Ну, в принципе, в некотором роде можно сказать, что если сравнить Африку с перевернутой грушей, чем-то может быть и похоже. И здесь нам дается таблица, в которой даются основные материки с их кучей различных основных данных. Во-первых, вот по Евразии. В этом блоке даны названия. Здесь Евразия, Африка, Северная, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Потом дается площадь. Причем площадь от наибольшего Евразия к наименьшему Австралия. Потом идет средняя высота. Средняя высота – это она вот именно что? Средняя. Сколько в среднем имеет высоту? И где-то, конечно, низины, где-то, наоборот, большие горы. Поэтому средняя высота Евразии – 960 метров. Но это из-за того, что в Евразии есть огромный горный массив Тяньшаня и Памира. Он очень велик, и там очень большие высоты. Здесь вот дается минимальная высота. И обратите внимание, минимальная высота, она здесь с черточкой. То есть минус 400 метров. И везде она дается. Кроме Антарктиды. Ничего странного в этом нет. Дело в том, что высота считается от уровня моря. Среднего уровня мирового океана. И минимальная высота, она отрицательная. То есть впадина мертвого моря, то есть поверхность воды мертвого моря на 400 метров ниже, чем поверхность мирового океана. В этом отношении впадина, конечно, очень уж сильно отличается. Потом в Африке, например, это минус 153 метров. Ну и так далее. Кроме Антарктиды, которая закрыта огромным ледяным панцирем. Максимальная высота, это, конечно, высочайшие точки гор, которые здесь вот указаны. Для Евразии это Джамалунгма. Второе название этой горы Эверест. Для Африки это Килиманджару. Для Северной Америки это пик Маккинли, который находится на Аляске. Для Южной Америки это гора Аконкагуа. Для Антарктиды гора Винсон. И для Австралии гора Касцюшко. И потом даются крайние точки. Северная, Южная, Восточная и Западная. Так что с этими буквами вы не запутаетесь. Кроме, конечно же, Антарктиды. Где, так как она находится на Южном полюсе, то там может быть только Северная точка. Вот так вот. Не у всех материков такая характерная форма, которую можно с чем-то сравнить. Но она все равно всегда узнаваемая. А что касается размеров материков, то в таблице она указана. Итак, запомните. Материк – огромная часть суши, почти со всех сторон окруженная водами Мирового океана. Обратите внимание на слова «почти со всех сторон». Значит, все-таки не со всех? Да, не со всех. Только два материка из шести полностью окружены морями и океанами. Остальные имеют связь друг с другой. Узкой полоской суши Африка соединена с Евразией, а Северная Америка с Южной Америкой. Узкие полоски суши, которые как мосты перекинуты от одного материка к другому, называются перешейками. Таких перешейков два – Суэцкий и Панамский. В прошлом существовали другие сухопутные мосты между материками. Понятие материк следует отличать от понятия «часть света». Часть света – крупные районы Земли, включающие материки или их крупные части вместе с близлежащими островами. Некоторые части света совпадают с материками, а некоторые нет. Частей света, как и материков, тоже шесть. Австралия, Африка и Антарктида являются и материками, и частями света. Тут совпадение полное. А вот дальше, вместо двух материков – Северная и Южная Америка, мы видим одну единственную часть света – Америку. Просто Америку, не Северную и не Южную. А крупнейший материк планеты Евразия, наоборот, разделен на две части. На части света – Европа и Азия. Почему же возникла такая путаница? Дело в том, что деление суши на материки и части света – это два разных деления, в основе которых разные подходы. Представьте, что вы размещаете книги в книжном шкафу. Можно разделить их по размерам. Эти книги большие, эти маленькие. А можно по-другому, по содержанию. Эти книги детективы, а эти фантастика. Деление на материки – это деление по географическому признаку. Вся мировая суша делится на отдельные, более или менее обособленные, то есть отделенные куски материки. В основе деления на части света лежит исторический принцип. Принцип родства, населяющих его народов и культур. С этой точки зрения, единый материк Евразия включает две части, отличающиеся и составом населения, и историческим развитием и культурой. Так появились две части света – Европа и Азия. А вот Северную и Южную Америку, два очень разных материка, считают одной частью света, потому что обе они населены индейцами и были одновременно открыты и освоены европейцами. Нет в географии более простого определения, чем определение понятия «остров». Дело в том, что это определение очень простое. Остров – часть суши, со всех сторон окруженная водой. Просто водой. Неважно, какая это вода – озерная, речная или морская. Окружен водой – значит остров. Мы с вами говорим об островах, расположенных в морях и океанах. Если и острова, и материки – участки суши, окруженные водой, то чем самый большой остров планеты отличается от самого маленького материка? Только размерами. Австралия больше самого большого острова Гренландия почти в четыре раза. Согласитесь, заметная разница. Островов очень много, десятки тысяч. Точным подсчетом, конечно, можно заняться, но острова могут возникать и исчезать. Так что точную и окончательную цифру никто не назовет. Острова могут быть одиночными, но чаще всего образуют островные группы, которые называют архипелагами. Острова исключительно разнообразны. Большие и малые, горестые и плоские, приветливые и суровые. Внешний облик острова зависит от его происхождения, а по происхождению острова бывают трех видов – материковые, вулканические и коралловые. Материковые чаще всего получаются в результате медленного движения земной коры. Опускаяние поверхности материка может привести к тому, что какая-то часть будет отделена от материка морским проливом. Материковые острова – самые заметные на карте. Чем они заметны? Своими размерами. Они обычно большие. Все самые большие острова в океане имеют материковое происхождение. Если посмотреть на список десяти крупнейших островов планеты, то, как вы думаете, сколько из них будут материковые? Все десять. В силу своего происхождения эти острова, как правило, расположены недалеко от материков, хотя бывают и исключения. Например, от берегов Новой Зеландии до ближайшего материка – полторы тысячи километров. Вулканические острова представляют собой вершины подводных вулканов, поднимающихся выше уровня моря. Вулканические острова очень неспокойны и непостоянны. Они могут увеличиваться по площади, могут и довольно быстро разрушаться. Вулканические острова есть во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. В нем вообще очень слабы географические процессы, в том числе и вулканические. Больше всего вулканических островов в Тихом океане. Как правило, вулканические острова невелики по площади. Все-таки это всего лишь вершины вулканических гор. Однако давайте представим себе высоту этих гор, поднимающихся со дна океана до самой поверхности и даже выше. В центре Тихого океана есть Гавайские острова, имеющие вулканическое происхождение. Высота вулкана Мауна-Кея на одном из этих островов составляет 4200 метров, а глубина океана у подножья этого вулкана превышает 5000 метров. Получается, что высота этого вулкана, если считать не от уровня моря, а от подножья, более 9 километров. То есть он заметно выше, чем гора Эверест. Но все-таки только Эверест считается высочайшей точкой горой планеты. Почему? Потому что высота считается от уровня моря. Коралловые острова нередко называют атоллами. Эти острова созданы живыми существами – коралловыми полипами. Коралловые полипы – микроскопические обитатели моря, живут огромными колониями, а умирая, оставляют после себя мельчайшие известковые скелетики. Из них с течением времени складываются огромные коралловые постройки. Атоллы, как правило, имеют кольцеобразную форму, то есть остров в виде определенного такого кольца. Так что ж, повторим главное. Мировой океан занимает 75% площади земного шара. Материки – это огромные участки суши со всех сторон или почти со всех сторон, окруженные водой. На Земле 6 материков – 2 северных и 4 южных. Материки или их части вместе с близко расположенными к ним островами образуют части света. Частей света, как у материков, 6. Евразия включает 2 части света – Европу и Азию. А северная и южная Америка образуют одну часть света – Америку. В океанах Земли находятся десятки тысяч островов. По происхождению выделяют материковые, вулканические и коралловые острова. Все крупнейшие острова планеты – материковые. Проверим знания. Что такое материк? Это большой участок суши со всех или почти со всех сторон, окруженные водами Мирового океана. Назовите материки Земли. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Назовите самый большой и самый маленький материк. Самый большой – это Евразия, самый маленький – Австралия. Что такое остров? Это участок суши со всех сторон, окруженный водой. Может быть, остров может быть и в реке, и в озере, а не только в Мировом океане. Назовите крупнейшие острова планеты. Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Японские острова, Филиппинские острова, остров Калимантан, второе у него название – Барнео. Это все огромнейшие острова. Что такое архипелаг? Это группа островов, которые расположены близко друг к другу. Например, архипелаг Филиппинских островов, архипелаг Японских островов, ведь там несколько островов, которые близко друг к другу. Чем остров отличается от материка? Во-первых, размерами. Второе – тем, что остров может быть расположен и в озере, и в реке. На Земле, например, существует такое место, где посередине озера есть остров, на котором есть озеро, на котором есть остров, на котором есть озеро, в центре которого торчит скала. То есть даже такое бывает. Что такое Аттол? Это особый такой остров, который образован живыми организмами, коралловыми полипами. И чаще всего Аттол отличается тем, что он не сильно выше уровня моря, это первое. А второе – тем, что он имеет кольцеобразную форму. Во сколько раз самый большой материк больше самого маленького? Приблизительно в пять раз. Что такое часть света и чем части света отличаются от материков? Дело в том, что материк – это географическое понятие, а часть света – скорее историческое понятие. То есть, например, Америка – это часть света, объединяющая два материка, а Евразия – огромный материк, наоборот, разделен на две части света. Что больше – материк Африка или часть света Африка? Часть света Африка. Дело в том, что часть света включает в себя еще и ближайшие острова. Почему в Северном Ледовитом океане все острова имеют материковое происхождение? Дело в том, что в Северном Ледовитом океане слишком холодно, чтобы там могли обитать какие-то коралловые полипы. Там практически нет никакой вулканической деятельности, поэтому там только материковые острова присутствуют. Как возникают материковые острова? Вследствие различных подземных глубинных процессов бывает такое, что какой-то участок суши опускается, и возвышенный участок суши оказывается отрезан от материка проливом. Таким образом возникают острова. Почему в Тихом океане так много вулканических материковых островов? Потому что в Тихом океане очень активно идут вулканические процессы. И там вообще проходит такое, так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Самое большое количество вулканов в Тихом океане. Почему атоллы имеют форму колец? Потому что они образованы посредством как раз-таки живых организмов, для которых это вполне естественно. Так, и поработаем с картой. На земле есть несколько стран, территория которых расположена на двух материках. Найдите их. Самый простой пример это Франция. Именно у Франции есть территория, которая расположена вот здесь вот, в Южной Америке. Вот она, собственно говоря, так называемая французская гвиана. То есть вот этот кусочек это Франция. Здесь французские паспорта, здесь ходит евро и так далее. То есть вот этот кусочек в Южной Америке это территория Франции. Потом есть территория Испании, у которой есть владение в Африке. Это Сеута, расположенная вот здесь вот, и Мелилья, расположенная вот здесь вот. Фактически это просто отдельные города, которые тем не менее являются в Африке территорией Испании. Так что Испания расположена на двух материках. Ну и самый простой пример это Египет. Посмотрите, вот здесь вот расположен тот самый перешейк, суэцкий перешейк, который разделяет Африку и Евразию. Поэтому Египет расположен на двух материках. Вот основная его часть расположена в Африке. И вот эта его часть, так называемый Синайский полуостров, расположена на территории Евразии. Есть и страны, которые лежат на двух частях света. Попробуйте обнаружить эти страны. Таких стран две. Это Россия и Турция. Обе эти страны одновременно находятся в двух частях света. В Европе и в Азии. Назовите страну, занимающую целый материк. Это страна Австралия. Назовите страну, занимающую большую часть крупнейшего архипелага. Многие могут сразу же вспомнить Японию или Филиппины. Но на самом деле это неправильно. Япония, конечно, большой архипелаг, Филиппины тоже. Но самым большим архипелагом является вот этот архипелаг островов. И получается, что это государство Индонезия. Индонезия занимает большую часть территорий самого большого архипелага. То есть самой большой группы островов на планете Земля. Индонезия, вот она, она просто огромна. И только на острове Барнео, или второе название Калимантан, здесь расположены дополнительно... Есть часть территории Малайзии и плюс еще отдельное государство Бруней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...